всем привет привет всем отличного настроения и осеннего месяца сегодня у нас с вами 1 сентября день знаний насколько я помню открывается школа у вас у нас она открывается позже поэтому пожелаю всем детям терпение терпение что еще можно пожелать до в то время когда мы живем и образование уже стало но вообще не знаю можно ли его назвать образованием но в любом случае хорошего настроения тогда пожелаю просто терпение хорошего настроения так и скорее всего терпения родителям в первую очередь да потому что неизвестно когда еще учатся в школе дети либо родители сегодня мы с вами смотрим расклад который я назвала запах осени что она нам принесет будем смотреть как я обычно смотрю на каждое время года что нам подносит каждое время года вообще по идее здесь где-нибудь сверху выложу подсказку о том каким было лето вот идеально будет если вы посмотрите и лето сравните отзывается не отзывается там что что случилось что не случилось да так вы будете понимать насколько вам будет отыгрываться осень хотя не факт да то есть если что-то один раз не произошло не факт что она не произойдет и второй раз в любом случае я выложу вы посмотрите так сегодня я решила сделать на разных колодок расклад будет большой если смотрите с утра наливается себе что-нибудь такого вкусненького и садитесь смотреть если вечером в любом случае устраивайтесь поудобно и так у нас значит три позиции чем на камешках вот стоят цифры 1 2 и 3 все как обычно колода вы видите это колода терраболат и таро небо и земля таро темного света они примерно по энергетике одинаковые я не стала брать разные энергии вот они примерно одного и того же уровня только небольшая степень легкости их отличает вот но это на моего восприятия так смотрим что мы будем с вами смотреть сегодня на осень в принципе всегда смотрю энергии вот и в конце просто мельком пробегусь по сферам вот буквально по одной и две карте поэтому если вы ожидаете что я буду смотреть прогноз что вас ожидает там в профессиональной сфере там личной жизни по здоровью то это не совсем расклад для вас то больше мы будем смотреть энергию на что обращать внимание такие моменты потому что это все же общий расклад они индивидуальный так времени наверное вам было предостаточно я так думаю вот а мы отодвинем сейчас колоды все их уберу мышки положу сюда наверх красный колоду вообще суда отодвину так бог и вот вторую позицию тоже сюда положу мимы с вами приступим позиция номер один голубенький камешек единички тогда привет привет смотрим сначала мы посмотрим общую энергию времени общая энергия времени осени общая энергия осени ну достаточно такая знаете эмпатичная приятная энергия так две секунды я разверну немножко камеру не совсем нравится блин я люблю чтобы все ровно и красиво чтобы не было криво но так как она здесь стоит не совсем понимаю так наверно будет в общем энергия осенью энергия осени у нас такая утонченная королева сосудов целеустремленная это отображение нашего бессознательного поэтому я могу сказать что осень лично для вас она будет богата на результаты я вижу здесь что будут проявляться знаете какие-то аспекты вашей жизни либо на которые вы вообще не обращали внимание либо пришло время и здесь будет всплывать в нашем сознании то что необходимо осветить то есть какие-то тайны в общем будет выходить на поверхность но тайные не в контексте то что было скрыто я имею ввиду физическом мире да когда вам кто-то что-то не договаривает в контексте нашего бессознательного то здесь будет прям какой-то такой коннект с нашим бессознательным и оттуда будет приходить информация то есть абсолютно какая-то новая информация для вас вот неизведанная с которой вы вообще раньше не сталкивались либо это какая-то информация по другим углом но я склоняюсь что это вот что-то такое новое да такое ощущение как завеса к чему-то вам приоткроется и оттуда вы будете черпать информацию черпать какие-то знания вот здесь вас как будто бы это будет поглощать еще какая энергия осени аркан умеренности энергия спокойствия здесь вы как будто бы нашли свое равновесие после лет и лето как-то успокоились уже никуда не бежите никуда не торопитесь но здесь нету замедления здесь такая размеренная очень приятная энергия человека который знаете понимает себя понимает процессы которые происходят осознаю что важно просто во время всего распланировать до для того чтобы все успеть вот и не надо никуда торопиться и в то же время здесь и промедления нет до ощущения того что вы идете в ногу вот вы все время и везде все воспеваете и вы вовремя вовремя шестерка кубков приятная энергия здесь идет прошлое но она не негативная то есть не здесь не будет всплывать прошлое в контексте возвращение чего-то а у меня такое ощущение что прошлое как возможно даже из прошлых воплощений то здесь будет всплывать что-то хорошо забытое что-то это могут быть хорошо забытые навыки это могут быть хорошо забытые вами какие-то мечты и фантазии предметы из прошлого не знаю знаете как пошли там убираться где-нибудь на чердаке в каком-нибудь сарае до в каком-нибудь сундуке и нашли какие-то вещи из вашего прошлого из вашего детства либо будет желание побывать в тех местах которые вам уже хорошо знакомы либо будете что-то делать то есть пользоваться тем что когда-то в прошлом вы это уже делали вы с этим уже как-то сталкивались то здесь в прошлое не в негативе а в позитиве возвращается причем это будет не всегда она будет всплывать иногда вот у меня такой знаете как ощущение никогда живу а как какие-то фрагменты всплывающие вашей памяти напоминающие о чем-то то есть я не знаю может быть идете по дороге и там обратили внимание на что ты у вас как ассоциативный ряд отсылка идет сразу к прошлому то есть я тоже как-то когда-то там в детстве например аналогичного цвета обувь носила до либо как-то шла по похожей дороге вот либо бывало в каких-то местах либо там я не знаю идете по улице и смотрите ребенок одет во что-то и это вам напомнило вашу какую-то одежду то есть вот здесь и возврат каких-то таких воспоминаний будет всплывать опять же таки для кого важно поработать с регрессом да тоже хороший период времени будет либо поработать с прошлыми воплощениями либо как-то возврат в прошлое но очень такое вот прям позитивно не для там здесь не не вы возвращаетесь прошлое а ваше прошлое она проявляется в настоящем моменте здесь какая-то такая связка будет смотрите верховная жизнь сюда здесь осень она она для вас как будто бы какая-то мистическая будет вот в контексте именно знаний может быть литературу какую-то будете читать аналогичную может быть вас здесь здесь нету активности здесь нету яркости жизни как было например летом здесь больше склоняюсь какой-то интровертности здесь больше идут энергии заботы опять же таки такой любви всеобъемлющий если будете читать литературу о мироздании то это такой формат где есть много любви такой безусловной может быть какие-то тайны и сакральные знания если для кого-то это важно да может быть кто-то будет готов заниматься таро да либо какими-то мистическими практиками здесь не про медитацию здесь нету работы с энергией это не не об этом здесь погружение именно в какой-то видоизмененное состояние но не не полностью да то есть здесь присутствует осознанно здесь нету медитативного состояния когда мы теряем ощущение своего тела да и находимся немножко в других вибрациях здесь не об этом здесь скорее всего знаете когда начинаем читать какую-то книгу да мы начинаем представлять главных героев нас включается воображение абстрактное наше мышление вот здесь такое и чувство вот что нету желания как-то взаимодействовать с людьми не потому что вы закрываете здесь нету закрытия здесь вы вовлекаетесь вас что-то что интересного скорее всего в изучении например самого себя либо здесь по верховной жрецы для кого-то будет интересно тематика связанная с медициной то есть либо вы сделаете акцент на лечение да то есть больше не знаю там чек-ап какую-то проверку сделаете либо начнете как-то увлекаться медициной анатомии то есть что-то здесь с этим связано либо если болезнь то это выздоровление либо может быть возврат каких-то не знаю кто-то детскими болезнями как-то заболеет либо теми которыми уже болел долгое время ну то есть давно очень давно и сейчас вот опять это случилось что-то такое здесь медицина да прямо интересно медицина психология пар психология оказание каких-то услуг то есть все что связано с состоянием души да вот на этом почему-то идет акцент на данный момент то здесь вот это важно здесь важно важно будет заглянуть туда куда вы не заглядывали ранее а причем это как паска сказка даже идет если вы хотите куда-то поехать с одной стороны можете поехать в какие-нибудь места силы на ретриты там если важно кстати как он называется эта практика когда тебя закрывает в темную конту и ты по-моему ретрит тоже назвать и ты находишься в темном таком помещении до без в изоляции без звука без света для того чтобы вот погрузиться в себя но здесь нету страха здесь вот это самопознание она включает здесь какое-то любопытство здесь энергии такие знаете человека любознательного я хочу посмотреть я хочу это попробовать здесь нету страха здесь вообще полное его отсутствие но здесь дичайший интерес к чему-то неизведанному непонятому может быть кто-то здесь пойдет к психотерапевту до лечить как-то свои травмы но эти травмы психотравмы они не будут болезненными они скорее всего в контексте понимания я хочу разобраться собой я хочу понять я хочу ощутить я хочу что-то вспомнить может быть кто-то будет здесь работать с памятью да тоже либо наоборот память будет давать какие-то сбои вот какая-то такая энергия идет ваш настрой на эту осень да ну вы настроены достаточно позитивно да у вас есть ожидание того что осень даст вам действительно встретите что-то новое этой осенью чем я не знаю может быть нового наставника для кого это важно здесь обучение вот не случайно да сегодня 1 сентября день знаний обучение причем может быть по переписке наставник через соцсети то есть это не не вживую здесь очень много сообщений будет причем как как вы настроены до настроены на то что я хочу здесь прояснить я хочу прояснить я хочу знать но здесь больше не не а действиях здесь нету настроя на какие-то действия здесь настрой на познание на желание познакомиться смотрите с чем-то новым аэрофант видите здесь как-то настрой на тонкий план идет настроена на изучение также настроена здесь на на семью опять же таки есть есть отношения пришло время перейти на уровень чего-то более более серьезного на заключение возможно брака поездка к родителям в том числе и вот если мы говорим о знании до познания вот познание какой-то истины но здесь уже не идет в контексте прохождение вебинаров нет здесь идет исключительно литература вы будете использовать книги здесь идет книги здесь нету вебинаров нету курсов здесь вот прям акцент на книге возможно вы его заинтересует что там не знаю может быть древнее писание возможно вас заинтересует иностранные языки но мертвые какие-нибудь там языки там язык поле например да не просто санскрит более древние языки латынь к примеру да так и конечно же наставник вот наставник здесь очень важен здесь будет яркая связь с тонким планом еще ваш настрой на эту осень удовольствие наслаждение хорошо проводить время правильно делаете рыцарь сосудов рыцарь сосудов у нас говорит о коммуникабельности да желание жить в мире с кем-то помириться если есть здесь какие-то ссоры то есть такая доброжелательная энергия не случайно она у нас выпадает под арканом меренности позитивный у вас настрой да вот какая энергия здесь идет осенние такой же у вас и настрой вы как будто бы интуитивно чувствуете у вас интуиция здесь очень хорошо будет развита осенью прям очень хорошо почему знаете даже не на уровне интуиция на уровне ясно знания потому что интуиция это вот импульс некий такой до пришла информация и все я на быстро ушла а вот ясно знание это вот по продолжительности она больше и есть вера в этом на вот то есть человек здесь не сомневается в интуиции он может заниматься мое не мое в ясно знание нет здесь какие-то такие моменты так хорошо смотрим дальше на что нужно обратить внимание каждого пола а даже две карты на что нужно обратить внимание на то что вы будете строить этой осенью и ваше намерение оно должно быть именно в благости хочется сказать все нужно делать играючи с пониманием вселенских законов потому что все что рождается все когда-то умирает все что имеет начало она имеет и конец здесь нужно а не то чтобы как-то знаете увековечить какие-то свои идеи здесь нужен подход с одной стороны творческий а с другой стороны как-то вот не привязываться не привязываться к тому что вы будете строить сейчас отработка идет каких-то ваших качеств навыков да ведь на что нужно обратить внимание на новизну здесь очень много новизны осенью не знаю может быть новые люди будут входить вашу жизнь с как это сказать с теми качествами который вы раньше не обращали внимание до какой-то типаж людей на которых вы и ранее не обращали внимание я не имею ввиду только в контексте личной жизни да то есть любовный а я имею ввиду какие-то знакомства какие-то даже мимолетные встречи да но здесь какое-то вот ваше отношение к людям сменилось как будто бы в каждом человеке будете видеть для себя не знаю гонца посланника небесно то есть человек что вам говорит вы будете к нему прислушиваться здесь ваше отношение меняется вы не входите больше в позицию наблюдателя но не пассивности а именно внимательности и включенности в людей здесь будет что-то такое происходить что будет менять ваше сознание то есть вы будете понимать что но вот хочу какого-то нового не знаю может будете читать какие-то новые жанры литературы которые ранее не читали до слушать новую музыку которые ранее не слушали то есть здесь будет постепенно расширение это даже может быть решение вашего сознания кругозор здесь идет расширение вашего кругозора возможно вам будет интересна какая-то культура которые ранее ранее не интересовались блюда которыми ранее не интересовались стиль одежды прическа то есть здесь все опять же таки это не просто новая а это то на что вы раньше никогда бы не посмотрели не обратили свой взор здесь есть какая-то такая потребность и еще на что нужно обратить внимание на шута да что здесь должна быть легкость и при этом такое знаете чувство что я иду в новое я не понимаю куда я иду но у меня нету страха то есть ну ведут меня ведут и здесь так интересно вы как будто бы уже перестали обращать внимание на прошлое хотя здесь все-таки моменты прошлого будут всплывать то есть человек который перестал думать о прошлом о каких-то прошлых своих воспоминаниях там о был их каких-то победах успехах вот и одновременно вы не переключились в будущее здесь такая хорошая энергия в моменте здесь и сейчас то есть наконец-таки пришло то время когда именно момент сейчас вас заинтересовал то есть вам будет интересно то что вы делаете вот именно в моменте без каких-то планов там на будущее да то есть я например хочу найти для себя наставника до совершаете действия которые мне необходимые при этом я не ориентирована на результат получится не получится там кто он будет как он как раньше вот вы накручивали бы себя что-то придумывали что-то планировали желали бы себя постелить соломку этого нету то здесь такое вот это какой-то новый этап вашей жизни у вас не было такого никогда не было вот вашей жизни не было такого этапа и вас здесь будет это завлекать здесь момент интереса идет вот вам знаете как любознательность вот вам все интересно вы как будто бы на жизнь заново смотрите очень интересная энергия какие позитивные моменты вас порадуют рыцарь кубка все что связано с состоянием вашей души вам вас порадует какие-то задушевные беседы с людьми встречи поездки то есть то что вас будет наполнять здесь энергия интереса и одновременно легкости и одновременно энергия чего-то такого приятного так меньше здесь вопросы чтобы не потеряться еще какие позитивные моменты вас порадует ну солнышко видите новое начинание красота встреча уход за своим телом рождение чего-то нового наполнения энергии вот прям осень мне очень нравится какие позитивные моменты еще вас порадуют коммуникация дружба общения я говорю здесь не будет яркого какого-то такого проявления да то есть желание там завоевать весь мир рассказать о себе продвигать себя в какой-то сфере здесь такого не будет здесь будет какие-то такие приятные посиделки знаете встретились с человеком обменялись информации разошлись вот и послевкусие оно приятно то есть вам нравится будет сталкиваться с тем с чем ранее вы не сталкивались вы будете воспринимать все достаточно позитивно и здесь будут из-за вот и такого вашего настроя да вы будете получать первые какие-то плоды своих трудов лето причем это будет но не совсем большие вот но вы будете видеть результат то есть это будет вас наполнять это вас будет радовать то есть здесь могут быть какие-то маленькие даже подарки очень интересная энергия здесь действительно позитивная семерка жезла вы наконец-таки примите результат своего выбора то есть обычно знаете что то мы выбираем а потом нам не нравится мы разочаровываемся вот здесь наконец-таки вы будете рады тому что когда-то выбрали тому что когда-то согласились на что-то здесь не будет сожалением здесь вы будете чувствовать себя более уверены да потому что вот вы будете генерировать внутри себя очень позитивную энергию очень много света здесь легкость и свет это вот прям такие ключевые слова этой осени да невзирая на то что осень у нас больше такая знаете дождливая пасмурная слякоть и хандра здесь вообще приятные какие-то энергии прям очень очень приятные что может вас огорчить что может вас огорчить король сосудов дам прямолинейность людей самоосознание вы будете да здесь искать себя самоосознание то есть то что вы вскроете в себе возможно вам это не понравится и вот люди с вами они будут прямолинейны то есть здесь такое ощущение что возможно вам нравится открытости прямолинейность людей как качество но вы ранее так не сталкивались такими людьми которые бы открыто говорили вам то что они действительно хотят что они думают о вас здесь не про не про хамство да здесь не про агрессию не про критику ваша то есть просто вы возможно встретитесь я говорю с людьми с которыми они не встречались они позволяют себе быть такими какими они есть то есть вас это будет с одной стороны удивлять а с другой стороны вы будете огорчаться почему потому что вы бы себе такого не позволили но здесь нету негативного намерения по отношению нету к вам нету мотивов негативных просто человек например может если вы спрашиваете да как не знаю тебя хорошо со мной да тебе нравится например наш с тобой дружбу можешь сказать нет мне нравится вот в этих моментах меня не удовлетворяет да здесь я чувствую что ты как-то не вовлеченную нашу дружбу тебе не интересно вас вас это не будет радовать ну вам будет это неприятно но с другой стороны это будет правда вот и ранее люди как будто бы с вами так не разговаривать прямолинейность когда человек говорит лицо все как есть это вам будет не совсем комфортно что еще вас будет огорчать но безусловно дьявол до всевозможные привязки и финансы здесь вас будут огорчать связи какие-то финансы восьмерка сосудов до самоуверенность людей вот я говорю внутренние какие-то конфликты ваши тоже будут огорчать и еще могут огорчать прерывания я не знаю каких-то дел общений планов то есть резкое вмешательство третьих вашу жизнь да это могут быть обстоятельства это могут быть люди и и самое интересное что вы никак не сможете повлиять на это то есть вот это вас будет огорчать но и одновременно это как теневой аспект вас будет учить здесь принимать жизнь такой какая она есть да то есть если кто-то вмешивается того окей с этим надо по факту уже разбираться то есть не как это правильно сказать не надо здесь негативно реагировать надо думать как решать эту задачу да то есть немножко опять же таки иной подход которому вы привыкли здесь вас будут учить принять ее хорошо то есть по сути люди вас могут огорчать я не вижу чтобы здесь а если обстоятельства то опять же таки которые вас будут вас сдерживать а если они есть да то так так надо то есть не надо здесь торопиться у сумеренность выходила на все все идет во время все идет так как надо вот это вот вам будет сложно понять на то есть вы захотите как-то на что-то повлиять но здесь дьявол он вас учит что если так принимайте даже если это что-то негативное это надо принять она есть вы не видите причину вы не видите следствие вы видите только какую-то часть пазла и здесь нужно будет соглашаться с этим вам это будет некомфортно внутри вы будете рвать и метать да почему такое случилось и вот и но здесь еще вас учат как раз таки кроме терпению принять кроме принятия принятия терпению то здесь нужно нужно терпение нужно выдержка нужно самообладание вот эти вот качества вы будете прорабатывать этой осенью через то что вам не нравится то что вас огорчает в огорчение будет вот эти вот ваши уроки так чего вам нужно избегать но отшельничество видите хоть я и сказала здесь не будет ярко так выраженного выраженной активности но вы должны быть готовы до 10 готовность какая то есть с вами общаются вы отвечаете вы доброжелательны вы не закрываетесь вы не убегаете вы не отстраняетесь здесь нужна готовность и открытость избегайте отшельника каких-то поисков самокопаний потому что вы можете зарыться и забудете вообще зачем начали заниматься самокопанием избегайте какого-то детского такого состояния избегайте эмоций обиды да вот этих детской какой-то позиции капризны там я не знаю беспокойство обидчивость вот этого всего нужно избегать так вот двойку кубков я хочу уточнить что избегает двойки кубков не отношения избегать а конфликтности да то есть будьте в гармонии у нас там выходила умеренность будьте в гармонии будьте в балансе старайтесь быть особенно при взаимодействии с другими людьми ясное дело что когда мы сами собой нам хорошо у нас никто не провоцирует мы в болоте в своем комфортном удобном и нам классно так ну стоит только появиться на горизонте какому-то человеку с которым мы не входим резонанс а наоборот входим какой-то диссонанс у нас абсолютно разная вибрация это вызывает какое-то вот отторжение да и включает у нас как раз вот эти вот теневые аспекты до людей которые нас будут огорчать здесь говорится о том что вам не нужно огорчаться то есть избегать избегать конфликтов избегать каких-то ссор избегать критики претензии как по отношению к другим людям так и к самому себе то есть как можно чаще быть в гармонии то есть гармонию сделать своей своим контролируемым поведением да то есть научиться быть в гармонии прям вот осознанно не насильственно до что вот так надо быть гармонии нет это должно стать для вас этой осенью естественным таким состоянием что я расслаблен я мягкий я тягучий я пластичен то есть вот такие состояния обволакивающие поэтому вас и бессознательно это всплывало возможно у вас этот навык есть где-то там в прошлых жизнях вот вам нужно будет быть как это сказать то интересно такое состояние знаете когда вы немножко в тумане да она как будто бы затуманенное состояние заторможенная реакция на негативных людей опять же таки негативных в кавычку и да потому что они являются учителями то есть заторможенная не надо как-то вот вступать сразу конфликты кому-то что-то доказывать вот всевозможная борьба в этом этой осенью она вам не нужна избегайте борьбы избегайте сопротивления избегайте чему-то кому-то что-то доказывать вот здесь прям этой осенью скорее всего будут какие-то люди которые вот вас будут выводить из себя в том числе эти люди на которых вы ранее не обращали внимание да вот я говорю вот это вот новые архетипы людей будут появляться новые типажи людей будут появляться вашей жизни и очень часто они будут выводить вас из себя потому что ну вам непривычно вот но мы должны расти здесь очень много роста осенью у вас идет смотрим к чему надо будет стремиться так четверка педакли о чем она нам тут говорит королевы кому стремитесь сохранить свое спокойствие не входите волнения тревогу не знаю почему здесь очень важно вот очень важно прямо цен делают на этом что вам нужно сохранять свое вот собак самообладание спокойствие равновесие до фокусироваться здесь фокусироваться нужно на какой-то на какую-то свою глубину нужно стремиться научиться погружаться в себя еще больше но не в контексте отшельника поиска вопросов ответов на вопросы а в контексте самоощущения вот как то так то есть здесь мы погружаемся смотрите здесь изображена надо черная луна а почему черная потому что глаза завязаны света нету да и человек погружается в глубь себя здесь нужно будет и здесь да то здесь погрузиться как-то внутрь и внутрь себя возможно ранее вы не так глубоко не погружались себя либо вообще как-то избегали того чтобы посмотреть внутрь себя к этому нужно стремиться потому что там вы найдете какие-то ответы причем не просто ответа возможно какие-то состояния какие-то идеи какая-то информация будет всплывать и вот какие-то такие практики опять же таки я говорила ранее да про этот ретрит и где вы находитесь в темной комнате здесь вот это вот все будет приводить к видоизмененному состоянию вашему сознанию здесь будет период когда вы сможете отрезать что-то из вашего прошлого то что уже отжило то есть здесь необходимо как-то переродиться вам вашем сознании но вы это сможете сделать только тогда когда вот как-то углубитесь внутрь себя здесь очень важно на этом фокусироваться вот прям глубоко погружаться свою собственную бездну помимо того что вы там встретите своих демонов но вам не нужно будет их как-то прорабатывать а здесь нету взаимодействия да здесь нету активности в этом погружении а наоборот как будто бы принять на здесь карты говорят о принятии вашего внутреннего состояния о принятии своей тьмы потому что в ней вы увидите какой-то новый потенциал новый ресурс и это поможет вам расширить ваше сознание то есть ваше какое-то безумие безрассудство в некоторой степени она вам будет во благо этой осени я не знаю как здесь о чем конкретно но вот как-то так идет и теперь давайте мы с вами посмотрим по нескольким картам да вот прям по сферам пробежимся начнем со здоровья что у вас будет со здоровьем со здоровьем будет все хорошо это четверка сосудов до обновления очищения какое-то новое начинание новая глава да вот я говорил уже о том что здесь со здоровьем будет хорошо выздоровление если опять же таки это какие-то хронические болезни то здесь будет либо какая-то новая терапия вам дана либо новые какие-то препараты выйдут и вы будете пользоваться либо какая-то какие-то способы медицинские будут другие то есть какой-то другой подход а если вопросы здоровья будут стоять вот но здесь идет помощь свыше и однозначно со здоровьем здесь будет все хорошо я не вижу чтобы были какие-то проблемы до четверка мечей смерть здесь идет завершение вот именно болезни да то есть конец и начало но причем здесь идет как раз кипи четверки мечей да обращение к высшим силам помощь может быть кто-то будет просить и он получит либо какие-то знаете волшебные какие-то исцеления не совсем понятные и объяснить которые можно объяснить его мы говорим да чудо случилось какое-то вот что-то здесь такое чудеса будут со здоровьем так смотрим микрофон поставлю не мешает смотрим теперь сферу финансов королевы мечей здесь перемены будут десятка очень хорошо очень хорошо здесь я говорил о том что вот здесь вот когда дьявол выходил до что какие-то проблемы с деньгами но здесь будут и изменения эти к десятке пендакли мы приходим здесь будут здесь скорее всего способ заработка будет меняться но в любом случае изменение будет в лучшую сторону здесь есть только такая проблема что у вас как будто бы деньги будут но их не будет на наличным я не знаю то ли на картах будет то ли на каких-то средствах то ли от других людей вы будете получать то ли от семьи но здесь не вот как будто бы нету наличных наличных денег я не вижу вот вокруг вас как будто бы есть деньги но не наличные не знаю может быть это будет как-то на бумагах как это не квитанция вот как-то знаю как по-другому дают ценные ценные бумаги может быть наследство кто-то получит может быть эти ценные бумаги там не знаю кто если играет там на бирже ну то есть вот не наличными но деньги есть и причем денег много поэтому я сказал что они как-то вот больше в электронном формате что-то идет что такое что у вас будет в профессиональной сфере вы будете дальше двигаться развиваться вы поймете здесь найдете найдете свой какой-то потенциал да здесь раскроете свой потенциал через то что столкнете с какой-то своим своей тенью то есть опять таки я не думаю что здесь какая-то работа будет да что вот что-то там накопаете ну вот очень много тени но здесь какое-то взаимодействие с вашими теневыми аспектами очень интересная 10 маком будто бы сама собой рассасывается вот ваше качество не то что вот вы как-то осознанно сидите работаете говорите вот я буду отслеживать наблюдать чтобы как-то прокачать этот навык здесь как будто бы все само собой будет случаться да вы идете дальше вы идете дальше вы идете выше если здесь на наемной работе здесь идет продвижение здесь вы если сомневались в своих способностях наконец-таки вы их принимаете помните на говорили качество самообладание принятия и терпения вам нужно осенью вот вы наконец-таки принимаете свой потенциал раскрываете его идете дальше здесь вот в профессиональной сфере хорошо здесь появляются клиенты достаточно ну благодарны то есть то что вы долгое время ждали вот осень осень будет благоприятная она принятие себя здесь идет принятие себя вы наконец-таки примите на примирение с самим собой и принятие себя своих способностей своих навыков наконец-таки знаете здесь идет расширение в контексте того что вот вы что-то себе разрешили потому что приняли и вот к вам пошли деньги да может быть ранее вы их как будто бы как-то сдерживали вот но теперь в связи с тем что вот на работе приняли что-то не знаю может быть здесь будет даже больше ответственности но вам это не будет в тягость вы уже к этому готовы и как следствие у вас идет повышение денег наконец-таки здесь люди приняли свой дар если даже какие-то вот свои способности вот если вы в чем-то сомневались сейчас вы не будете сомневаться ну к примеру додумали открывать свой канал там на ютюбе линия вот сейчас откроете сейчас самое такое подходящее время принять то что вы ранее в себе не принимали здесь не про страхи про какие-то свои умения то что вас сдерживало вот сейчас открылся как некий такой портал и вот вы смотрите как интересно да карты легли здесь мы видим вот этот вот серого цвета такой портал и а а здесь вот этот оттенок да то есть вот человек как будто бы лестница здесь идет движение да и он согласился и пошел вот он здесь продолжает путь хорошо деньги посмотрели здоровья посмотрели а личную жизнь на ладно самое интересное напоследок что у вас будет с личной жизни выбор у вас будет выбор вы наконец-таки захотите определиться да то есть здесь осень она будет позитивная абсолютно для всех независимо от того в каком статусе вы находитесь почему потому что вы здесь наконец-таки соглашаетесь опять-таки на формат принятия что да я готова включить личную жизнь свои приоритеты потому что до этого времени с начала года вот и до осени у вас личной жизни было в приоритете что я имею ввиду когда говорю в приоритете если вы например находитесь поиски то ваш поиск он был от головы нет сердца а здесь такое ощущение что человек добровольно соглашается не то что он вынужден а соглашается и говорит да окей я хочу теперь вот то есть ощущение такое готовность что я созрела для серьезных отношений я готова вкладываться готова взаимодействовать если у вас уже есть семейная жизнь да то здесь человек вот соглашается да с тем фактом что у него есть семья даже если вы много лет вместе живете здесь человек выбирает включаться в этот процесс вот в процесс создания союза либо укрепление союза продолжения союза то есть здесь есть ваша включенность и вы выбираете что вам то здесь есть такое понимание появляется что вам это нужно что вам личная жизнь нужна да здесь есть видите развитие движение движение ну вот смотрите движение в двойке кубков поэтому если кто-то здесь находился в поиске да я не могу сказать что вы здесь очень находится своего партнера но вы двигаетесь в этом направлении то есть вы дали согласие то есть вас просили вы дали добро и сказали окей да теперь можете мне присылать то есть раньше вы сами как будто бы искали а сейчас вы не будете искать вы дали добро и знаете что этот партнер он придет вашу жизнь если вы уже находитесь паре то я как уже ранее самом начале говорила вы идете к более серьезным отношениям если вы уже в семье находитесь то вы как будто вы знаете как пересмотр когда взрослые дети вырастают на птенцы и улетают из гнезда родители заново узнают друг друга вот здесь вот это вот появляется желание интерес посмотреть на своего партнера вообще с кем я жила столько лет но не в контексте того что открывается глаза и вижу что-то неприятное а наоборот здесь появляется вот заново появляются чувства заново появляется интересом и появляется близость при мне очень очень нравится и для кого-то здесь идет зачатие зачатие не рождения именно зачатие то есть я чувствую здесь появляется включенность ваша включенность вот личную жизнь так это у нас с вами была первая позиция я даже не знаю сколько она там по времени но неважно все позиции будут такими словила себя на таком хорошем настроении позитивно готовности делать расклад потому что не знаю как у других тарологов я неоднократно говорю что для меня расклады таро они энергозатрат потому что я их проживаю я их ощущаю а если в раскладах есть какая-то такая сложная тяжелая энергия вот мне бывает тяжело после раскладов поэтому но здесь вот первая позиция она она позитивная так колоду убираю позиции номер два красненький камешек камер ставлю а а дать моего вообще уберем уже нам уже не нужен позиция номер два красный камешек двоечки привет привет смотрим общая энергия осени какая у вас будет общая энергия осени императрицы богатая изобильная богатая изобильная очень много будет новых каких-то идей желания их воплотить то есть вы будете беременны как прямом смысле так и в переносном какими-то идеями какими-то желаниями здесь у кого есть дети которые должны поехать в другой город на обучение вам сложно будет их отпускать прямо скрипя зубами вы это делаете не хотите а для кого-то здесь минусе вы будете причиной того что ваш ребенок не поехал другой город просто потому что вы не хотели его отпустить то есть здесь такие моменты тоже есть когда мать не отпускает своего ребенка из гнезда вот это негативная конечно позиция но она имеет место быть осенью результаты плоды собирается плоды своих трудов реализовывайте свои желания здесь праздники веселья идет там есть на может дни рождения свадьба у такой знаете вот прям много людей шум гам все что-то делает там не знает как как когда приготавливаешь да на стол кто-то готовит тут эти столы ставит стулья такое ощущение вот прям очень много людей все чем-то заняты но во имя какого-то одного дела приятная приятная энергия энергия праздника прежде таки дни рождения могут быть юбилея прямо осенью кого дни рождения поздравляю еще общая энергия осени энергия мозгового штурма да вот вы будете прям наполненную осенью очень будете генерировать идеи очень много идей у вас будет начинаю говорить фразу не договариваю почему не потому что появляется новая информация я не успею не успеваю ее проговаривать то есть главное так быстро происходит поэтому обрывками идут выражение да нету слаженного лога слова так генерировать мозговой штурм генерировать энергии вы очень позитивно здесь пятерка жезлов не идет как терки либо там не знаю какие-то конфликты борьба нет здесь прям позитивно здесь какие-то соревнования но я очень много веселья вижу очень много веселья смеха еще какие энергии планирования до король мечей планирования кстати король мечи тоже говорит о том что мои мысли мои скакуны да то есть я везде хочу успеть все хочу попробовать все по верхам без углубления потому что настолько вот я не знаю как человек с голодного края которого долго времени кормили в контексте информации и вот подпустили его к свет к шведскому столу я не знаю что выбрать это хочу это хочу это хочу вот здесь у вас такое какой-то вот голод информационный и вы добрались там не знаю до книжного магазина и не знаете какую книгу выбрать добрались до какого-то своего хобби там есть на вышивание бисером вы зашли там много много разного бисера много много разных вышивок и вы не знаете что выбрать то есть и это хочу это хочу то есть здесь человек и это хочу хочу заняться этим эти курсы пройти мне показывает людей знаете которые как в америке на на черную пятницу сдерживает людей вот и все ждут открытия магазина открывается вот они все понеслись вот здесь что-то такое в разных сферах но очень забавная энергия еще общая энергия но видите энергия изобилия энергия удовольствия комфорта прям ну хорошие хорошие энергии так ваш настрой на осень ну и ваш настрой развиваться до быстрее скорее выше вот этот олимпийский какой-то девиз да я все могу у меня все получится надо все успеть надо все сделать это может вас огорчать на здесь не идут слезы там какие-то драмы нет это огорчение того что я одна а жила немного я одна книг много не могу одновременно их прочитать то есть здесь человек как будто бы разрывается от этой информации не знает что для себя выбрать как как взаимодействовать как знаете здесь сбалансировать как сбалансировать не знаю свою энергию ваш настрой на осень окажута легкий здесь нету новизны здесь есть легкость легкость интерес не интересно я хочу это сделать я я хочу попробовать в чем попробовать абсолютно все да там экстремальное что-то такое неожиданно здесь как какой-то выброс адреналина идет такой у вас настрой на осень и такая у вас осень идет кстати хорошо а на что нужно обратить особое внимание десятка кубков на радость на результат удачи успеха какие-то подсказки свыше на семью ну здесь мне кажется больше на эмоции какие-то ваши до наполненность обратите внимание на то что вас может сдерживать на то что вас может ограничивать обратите внимание на на дис дефицит с чем что здесь за дефицит здесь какой-то кризис может быть час я уточню здесь не про деньги нет здесь какой-то дефицит в коммуникации в общении скорее всего здесь знаете из-за того что вы везде будете до фигура здесь фигура то такое ощущение что люди будут на вас обижаться что вы мало времени уделяете либо как как-то вот поверхностное не включаетесь торопитесь и многие моменты будете упускать поэтому будьте внимательны возможно вам кто-то что-то скажет а и здесь такое ощущение что знаете как-то поторопились забыли выключить утюг либо там вам ребенок что-то сказала что вот ты забери меня например там в пять часов вы это помнили но в моменте он там где-нибудь написал какую-нибудь эсэмэску о том что мама мы задерживаемся либо наоборот мама иди при забери меня пораньше а вы как-то не обратили на эту эсэмэску внимание либо увидели иская ладно я потом ну типа мы же договорились зачем я буду это смотреть не хочу будет меня отвлекать а там было что-то важное то здесь вот какие-то такие моменты дефицит дефицит внимания еще может быть связано с тем что знаете кто-то что-то не договаривает какие-то кризисные моменты будут связаны с этим вам нужно обратить внимание здесь на то что вы должны быть как-то в гармонии почему это так важно ну потому что по справедливости вы будете получать результаты то то есть вот здесь это огненность это спешка вот она будет давать не только позитивные но и негативные какие-то результаты поэтому будьте внимательны будьте бдительны здесь могут быть какие-то знаете так побежал поторопился неправильно на ногу наступил вывернул до вывих как-то так либо упал ударился разбил нос ну зачем это нужно можно было бы и медленнее идти то есть какая-то вот спешка да будьте внимательны потому что но не торопитесь в общем не торопитесь и будьте внимательны к людям то что они вам говорят как они вам говорят вот на это нужно обратить внимание какие позитивные моменты вас порадуют десятка жезлов это что за позитивные моменты а это то что в коммуникации в общении с людьми у вас не будет какой-то тяжести на то есть люди не будут уже больше на вас возлагать какие-то свои обязанности да почему потому что то ли вы не будете успевать то ли вы наконец-таки научились говорить нет опять же таки нет не потому что может быть да что вы это научились делать а потому что в силу того что не успеваете вы вынуждены будете кому-то отказывать то есть вот и такой формат тоже может какие позитивные моменты еще вас порадуют на работе вас порадует работа вам будет спориться прямо очень хорошо будет здесь развитие вы получаете удовольствие даже если это какая-то рутинная работа например если дома да все равно в этом будет какая-то перспектива ну вам будет нравится что это за перспектива что это за развитие но здесь вы как-то по-другому посмотрите на свою работу здесь будут какие-то перемены изменения в этой работе формата ну правда мы по работе потом посмотрим не знаю то ли режим здесь будет сбалансированный то ли вам вы как-то на дому будете делать эту работу если у кого есть такая возможность в общем приятная очень приятная энергия здесь на работе такие будут позитивные моменты что может вас огорчить что может вас огорчить время время все медленно происходит терпение нету ждать не могу четверка копка здесь знаете как был такой союзный мультик до советские там где мама в зоопарке до зоопарке мама обезьяна у него много обезьянок и вот она сидит она не успевает за ними и вот она держит значит этих обезьянок за хвост чтобы они никуда не убегали вот такое ощущение что вот вас будет держать за ваш видимый хвост чтобы никуда не торопились и вас это будет огорчать почему потому что много всякого вы не успеваете и да здесь какой-то вот не знаю сумасшедшее присутствует в этой активности это вас будет огорчать то что вас будет сдерживать свыше не торопись вам это будет не нравится да будете говорить не хочу я этого эмоционального комфорта я хочу переживаний я хочу адреналина не знаю какая-то ломка здесь идет у людей энергетическая как медведь который проснулся после спячки и понимаю что нужно набрать вес нам не нужен жир значит я должен покушать и вот он такой бегает везде ищет чтобы поесть голодный еще что вас может огорчить но вот финансовое положение может быть на ту спинтакли что-то с деньгами вас может здесь огорчить хорошо чего вам нужно избегать тайм тайм недосказанности и какого-то дисбаланса неопределенности вот здесь надо избегать этой определенности а выбор какой выбор мне надо делать но в сторону к зависимости до привычек своих то есть не не выбирайте по привычке не выбирайте по наитью а действительно выбирайте то здесь нужно будет а поэтому в каких-то моментах у вас будут сдерживать то есть чтобы вы остановились и сделали выбор потому что в спешке вы но будете не тот выбор делать на будете выбирать либо из страха либо будете выбирать то что привыкли вот вам нужно избегать вот этого какого-то измененного состояния здесь нет луны но здесь как-то знаете как 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 замыленный какой-то взор и он не может видеть четко ясно и это лишь потому что есть спешка какая-то если нужно быть очень внимательно с дьяволом что о чем нам говорит делал в каких-то новых начинаниях вот будьте очень внимательно для горы здесь с выбором вам нужно быть аккуратнее с выбором не выбирайте состояние страха и состояние вины а это будет тогда когда вы торопитесь поэтому вам нужно будет перед выбором всегда поднимать свои вибрации успокаивать подышать вот прийти в равновесие баланс и только после этого делать выбор хорошо к чему вам нужно будет стремиться к тому чтобы ваше движение но не просто было вперед она именно приносила вам победы чтобы вы были в гармонии чтобы нужно стремиться к удовлетворению своих собственных желаний и амбиции чтобы вам ваша жизнь она нравилась быть более решительным но опять-таки не торопиться но быть более решительным нужно стремиться к чему-то возвышенному до чему-то такому чистому к обучению в том числе к умению передавать знания свой опыт здесь нужно собирать информацию какую информацию информацию вот как раз киева надо прежде чем что-то делать информация которая туманная непонятная иллюзорная вот ее нужно прояснять поэтому информацию нужно собирать в тех моментах когда где-то что-то не совсем понятно вы интуитивно этого чувствуете что есть кто-то здесь не так значит там вам нужно собирать информацию еще к чему нужно стремиться семерка жезлов закрываться чего нам здесь нужно закрываться от прошлого любого прошлого не вспоминайте это прошлое закрываться от опыта который но уже был получен да не надо по кругу хотите совершать одно и то же так теперь мы быстренько посмотрим несколькими картами по сферам значит что вас ожидает в сфере здоровья пятерка мечей вот это что я говорила да где-то можете пораниться из-за спешки где-то укололся где-то порезался где-то на что-то укололся чем-то укололся наткнулся вот здесь что-то связано с ранами опять же таки если вы планируете операцию это не ваше время не нужно не время не время что еще со здоровьем до по шестерке мечей здесь будет много психосоматики и вам нужно будет научиться управлять управлять своими мыслями чтобы эту психосоматику не включать вам нужно понимать какие ваши мысли такие ваши страсти приводят к болезни здесь для вас это урок осенью будет вам нужно будет отслеживать то о чем вы думаете почему вы так думаете здесь нужно будет научиться управлять своими мыслями чтобы она не влияла на ваше здоровье что у вас будет по деньгам там в принципе смотрели все равно деньги будут приходить очень быстро и очень быстро будет уходить здесь будет какое-то движение но в какой-то период времени вы захотите что-то поменять на финансах и вам надо будет определиться с выбором то есть как вы в дальнейшем будете получать деньги как вы будете зарабатывать здесь что что нужно будет выбрать между чем и между тем что закончится и тем что начнется то есть то что начнется оно должно приносить вам удовольствие я говорил уже до работу вот но деньги здесь здесь мало денег я не вижу чтобы здесь были деньги но сейчас как они мне период здесь как будто бы не период больших денег либо заработка то есть деньги вам будет достаточно на как говорится на самый минимум до на прожиточный минимум но они быстро будут сменять руки и это будет связано с тем что вам нужно пересмотреть финансовую тему финансовую сферу здесь необходимые какие-то перемены что будет касаться профессии ну вот король кубка да то есть по работе вас все будет удовлетворять видите солнышко вы будете рады вы будете работа будет приносить вам радость удовольствие наслаждение перед вами будут открываться какие-то новые горизонты новые предложения возможно будет по поводу того как вам дальше двигаться вот и вы должны будете двигаться не останавливаться принимать какие-то новые предложения которые вам даны но опять же таки да помним не торопимся принимаем делаем верное решение и ориентируемся на свое состояние насколько вот нам драйвово кайфово если я представляю что я буду работать на этой работе в ближайшие пять лет вот какая реакция если позитивные токи здесь надо двигаться дальше на то здесь должно быть на работе как минимум должно быть движение вы должны его ощущать так ну и личная жизнь напоследок в личной жизни девятка кубков удовольствием после какого-то периода разочарования вот с императором но здесь хорошо то есть особенно для тех кто в семейных отношениях на как будто вы знаете прошел пошел какой-то этап где вы сначала в чем-то разочаровались в этом человеке а потом как-то не знаю туле отвернулись от него долю что произошло но стали радоваться жизни вот как-то стали жить для себя да причем вот в браке вроде бы вы находитесь с императором у вас он уже не напрягает да вы в чем-то в нем разочаровались но он вас уже не напрягает вы бы как будто бы живете своей жизнью вот вам это нравится то есть я не вижу здесь расставания но и как говорится в семье счастья не вижу но вы получаете удовольствие вы живете ради себя вот и это приемлемо для вас это окей это вам нравится не вижу здесь расставание а если вы там например в поиске да здесь будет какие-то предложения но имейте ввиду что человек может быть не совсем зрелый либо знаете здесь человек который постоянно находится в движении вот вы сможете смотрите вы притягиваете да я сказал вам какие энергии у вас активные осенью но это вторая позиция же да я думаю 3 2 это не совсем свойственно для вас поэтому будьте внимательны вы притягивать человека активного так такого как у каким являетесь вы этой осенью но это адреналиновая зависимость это не ваша природа поэтому возможно как сменится время года вы и снова придете к такому более размеренному образу жизни вот и тогда вам будет ну будет разногласия с этим человеком почему потому что окон колесницы это очень активный по жизни человек до человека который опять-таки вы притянули его на энергию короля мечей что там выпадал то есть человек который по верхам и при этом все быстро да тут хочу там хочу это хочу попробовать то хочу попробовать вот не все интересная любознательные вот имейте ввиду что если такие энергии вам по характеру неприемлемы вот после осени вам будет сложно с таким человеком здесь человек очень активные подвижные по жизни то есть как будто бы человека которым вы мечтали да вот некий такой идеал вам будет да вот опять же таки сможете вы друг другу соответствовать или нет у меня здесь такие вопросы всплывают но осенью по крайней мере вот момент знакомства вам будет вы будет хорошо видите тройка кубков ну вот прям будете чувствовать любить окей знаете не переживайте не все люди нам нужны для стабильных отношений с этим человеком как минимум вы почувствуете себя обновленный вот может быть он вас вытащит также из вашего какого-то застойного состояния либо здесь знаете благодаря ему вы начнете как-то активничать ну то есть такой момент тоже есть вот а те которые просто находятся в отношении что у вас будет так как было ранее так как было ранее но любовь гармонии моя личная жизнь здесь хорошо здесь финансами сложно немножечко внимательности со здоровьем а так работа и к называется личная жизнь здесь хорошие здесь но благоприятные я очень рада этому это было такое ощущение что обычно что это третья позиция обычно я эту колоду как-то беру для третьей позиции на какой-то момент не указал что я уже дошла до третьей позиции оказывается еще нет двоечек убираем камешек секундочку я соберу карты вы можете передохнуть если смотрите весь расклад цельку то я спокойном режиме все тела дала себе изначальную установку что не буду обижать неважно сколько по времени у меня займет расклад и мы добрались до позиции номер три зелененького камешка троечки троечки смотрим вас общая энергия осени какая королева пендакли земная теплая уютная комфортная с лак сливой осенью до меланхоличная но при этом в теплом уютном доме с чашкой какао либо кофе кто что любит теплого какого-то напитка такого энергия сбалансированная размеренная энергия цикличности повторов орган отшельника то здесь такое ощущение вот как обычно у вас бывает осень вот такая осень будет и в этом году без каких-либо перемен запланированная распланирована так как вы ее себе представляете такая она и будет здесь и будем сфокусирована на чем-то вот вас здесь интересует семерка пендакли да вы игру энергия какая-то такая медленная медленная никуда вы не торопитесь в отличие от двоек вот все что распланировали вы просто берете и делаете в нем почему-то здесь идет весной зимой и веет веет каким-то холодом от от этой позиции склоняюсь ближе знаете к там не знаю к зимним месяцам каким-то то есть не теплая вот осень здесь у вас какая-то холодная будет вы будете настроены на работу на на обыденность на быт у вас это не будет напрягать да то есть здесь такое ощущение что все запланировано все под контролем все идет так как надо и вам с этим будет ок вы не будете прям как-то переживать здесь есть небольшая такая небольшой депрессия когда грустинка какая-то но в принципе вас все будет удовлетворять то есть вы здесь присутствует уют и и комфорт потому что вы создали наконец-таки для себя тот ритм тот режим который вы хотели но если смотреть со стороны это вот прям очень нудно но для вас этого то что вы хотели вот прям так как вы планировали здесь все идет по плану ваша настрой на эту осень король мечей королева мечей ну ваш настрой да по плану есть какой-то план который вы хотите выполнить сделать да какая-то ваша там пятилетка очень много размышлений вот вы как будто бы планируете что-то новое но вы только планируете то есть вы думаете что осень она будет здесь какая-то обновленная да что вот вот этой осенью будет что-то по-другому это ваш настрой но осень она будет говорить вам о цикличности а повторности ваш настрой видите рыцарь мечей вы как будто бы настроены очень активно опять же таки вы настроены на ничего и энергию да на на быструю на скоростной а осенью вас будет фендапливая земная медленная вы настроены на то что что-то может измениться что-то может начаться какие-то новые внедрения до новые планы но пока вот будет все так как как бывает каждой осенью каких-то особых перемен я не вижу что нужно обратить особое внимание на императрицу на изобилие на богатство здесь у вас будет вот этот вот урожай потому что он идет по плану поэтому вы это и получите на что нужно обратить внимание вот это вот луна видите осенья вам нужно обратить внимание на какую-то вот мило холю на какое-то ваше эмоциональное состояние не знаю не могу понять что здесь за ум не идет здесь какой-то психологический какой-то настрой вот на нашу психику нужно обратить внимание то ли она будет знать как-то приливами отливами вроде хорошо потом как-то опять грустненько здесь вот какая-то апатия что летит не могу понять но поэтому вам говорится о том что нужно обратить на свои желания может быть у вас желание не будет этой осенью то есть вы как-то вот отказываться будете здесь если мы говорим забегаем наперед вопросы здоровьем не идет какая-то вы знаете рпп какая-то булимия то есть будьте внимательны потому что здесь какие-то заболевали заболевания желудочно-кишечным трактом идут но они привязаны на психическое какое-то такое знаете расстройство то есть не желание есть отказ от еды то есть будьте внимательны там ко всем голодов ком ко всем там я знаю кето диетам интервальным голоданием здесь нужно быть очень внимательным вот это вообще не рекомендуется в контексте здоровья либо наоборот нет но я не вижу чтобы вы здесь заедали наоборот как-то отказ от еды идет либо на нервной почве не хочу есть вот что-то такое здесь с психикой как-то не так здесь еще может быть знаете не знаю почему по здоровью но просто пошло поэтому говорю к это болезни не болезнь болезненная беременность какая-то не в плане отклонений а в плане там не знаем там тошнота рвота токсикоз вот этот прям очень сильные у кого-то но если кто планирует беременность имейте ввиду что но беременность сложная будет ладно а вопрос у нас был так на что нужно обратить особое внимание на свои страхи видите на свои страхи неуверенность что-то вас накатит этой осенью не знаю еще на что обратить внимание на состояние на потребность вашей души то что вы хотите здесь очень важно здесь как-то душа страдает дайте ей то что она хочет вот появилось желание дайте почему-то это важно аркан мага видите желание не применяйте к себе силу воли ни в чем ни в коем случае не надо себя подавлять разрешайте вот разрешайте себе абсолютно все что вы хотите даже если это будет касаться прям я не знаю ну сверхъестественным чем-то таким здесь осенью придут какие-то моменты вот вы как будто бы столкнетесь не знаю свои со своими какими-то психическими отклонениями которые у вас никогда не было может быть у вас появятся какие-то привычки негативные которые у вас раньше не было вы будете вот обратите на это внимание потому что вам надо понять откуда это все появляется то есть здесь какая-то реакция на это не стресс а это какая-то подавленность перегруженная нервная система что ли вот какая-то подавленность и вот на основе этой подавленности у вас появятся какие-то не нехорошие привычки это может быть там есть на кусать ногти грызть заусенцы кусать губы вот какая-то такая но вот на нервной почве появятся какие-то привычки поэтому обратите внимание они будут в зародыше то есть вам сразу нужно будет их проработать чтобы потом не было ничего такого хронического ощущение того что раньше вот вы как-то были более стрессоустойчивы а сейчас вас как-то поглощает какой-то такой этап у вас идет это урок это урок однозначно осенью но это не все осень но вот какие-то уроки будут которые вы должны проработать но они какие-то теневого аспекта то есть у вас появится не знаю как паранойя какая-то какие-то страхи неадекватные может быть обострятся панические атаки вот на это нужно обратить внимание почему вот то что хочет ваша потому что ваша душа здесь хочет очиститься от этого всего и как у нас происходит очищение у нас начинает происходить обострение вот здесь осенью почему я говорю как урок да здесь будет обострение то есть того чего ранее не было но это дано для того чтобы это увидели и очистились от этого то есть осень здесь будет в таком формате причем знаете это как-то завуалирована будет вы даже это с первого взгляда ты не разглядите ты даже если пойдете к врачу могут быть ложные диагнозы потому что врач не сразу сможет понять в чем причина поэтому будьте внимательны к своим ощущениям подсказкам не оставляйте на потом вот что-то появилось сразу идите проверьте лишний раз то есть вам это ничего не стоит но последствия могут быть плачевными поэтому не оставляйте на потом то здесь привычки которые появляются они могут быть потом хроническими в общем здесь период такой для для очищения поэтому здесь очень много тьмы мне идет но не бойтесь вы должны с этим справиться поэтому вам дается это вы справитесь с этим по крайней мере должны исправиться поэтому вы и притягиваете это здесь идет какое-то энергетическое истощение вас даже сил нету не знаю как вы с этим справитесь но если дается значит есть надежда на то что вы справитесь вот на это в общем обратите внимание какие позитивные моменты вас порадуют для кого-то мужчина да какой-то император будет вас радовать а для кого-то вы порадуетесь укреплением в каком-то статусе вот они знаю повышение возможно для кого-то да по работе либо как-то свои свою империю до своей границы вот вы как-то утвердите не знаю может быть это связано как-то с переездом меня эти квартиру двухкомнатную на трехкомнатную с большей же площадью либо там приобретать еще какой-то участок земельный то здесь идет расширение ваших границ физическом плане не пошуту в ментальном а именно физическом плане вы как-то вот укрепляетесь чувствуете себя более уверенным более таким знаете массивным что ли фиксированным вас порадует вот эта уверенность признание какое-то вас порадует еще какие позитивные моменты десятка жезлов завершение завершение чего-то из прошлого да то есть то что вы долгое время несли на себе может завершение там ипотека какие-то долги какие-то обязательства не знаю может быть дети выросли и ушли и уже как-то легче стал либо дети повзрослели опять же таки как-то легче стал то есть какие-то обязательства которые вынесли на себе из прошлого подходит концу да здесь идет порадует вас какие-то новые горизонты новые возможности новые договора продажи новые новые предложения которые будут поступать на метку че что это все как-то связано с профессиональной сферы что еще вас порадует да ваша жизнь в общем она будет вас удовлетворять вы чувствовать себя вот комфортно удобно вот я говорю да невзирая на то что вы хотите там что-то быстро-быстро вот ваша жизнь вашу осенью она будет вас удовлетворять то есть даже вот это вот расширение до перед перспективы это все запланировано это все под к подконтрольной то есть вы наконец-таки осенью проживете ту жизнь подконтрольную который вы хотели давно и вы сможете увидеть насколько вам так кайфово или нет то есть это дается для того чтобы вы вы все время стремились к этому вот сейчас вы получаете то что вы хотите нравится вам это вот разберитесь да если нравится руки продолжайте то есть вы будете понимать то есть если это работает значит это нужно оставлять и продолжать это делать если вы поймете что то что вы желали вам это не нравится да то потом уже скорее всего зимой будет какие-то перемены но сейчас вам дается это все для того чтобы вы как говорится пожинали с ваши собственные желания то что вы хотите еще есть что-то позитивное что вас порадует деньги семья возможность любой момент уйти оттуда откуда вам не нравится и порадует возможно новые чувства но мы в конце посмотрим личную жизнь хорошо что может вас огорчить какие-то друзья приятели причем новые новые какие-то начинания могут вас огорчить потому что они даже и ну помимо друзей потому что они не будут развиваться видите новая появляется но опять таки она идет очень медленно либо в какой-то момент зависит и это будет вас огорчать либо из-за того что она идет медленно либо из-за того что остановится до будет какая-то пауза вы хотели бы чтобы она и дальше развивалась либо здесь может быть для кого-то прям вообще очень маленький процент предательство какое-то от какого-то нового человека знаете как какая-то подстава вы ощутите себя предателем что ли не знаю может какая-то не очень хорошая мы же смотрим что вас может огорчить да какая-то вот подстава вот вы не ожидали до от какого-то человека но здесь не то чтобы что-то такое болезненное будет а вы как будто бы не ожидали что этот человек может как-то показать вас не в очень хорошем свете перед кем-то здесь идет чувство неожиданности внезапности какой-то то есть может быть общались хорошо с человеком потом человек как-то не знаю не то чтобы исчез но такой тоже может быть кстати человек может исчезнуть и вы не будете понимать будете в недоумении то есть а что случилось то есть какие-то такие моменты тоже могут быть еще что вас может огорчать то что что-то не будет завершаться здесь видите со временем да тоже у вас идут какие-то огорчения либо когда идут как идет какая-то остановка то есть размеренный темп жизни да под контроль подконтрольным вам нравится но в каких-то сферах вы хотите этого развития а здесь получается так что по всем сферам будет один и тот же ритм и вам будет не комфортно вы будете закрываться от того чтобы что-то завершилось а стабильность да то есть вас будет огорчать что возможно как-то стабильность ваша ну ваша лафа закончится в какой-то момент в чем-то не знаю какой-то сфере может быть да и вас это будет огорчать какой-то комфорт уют может быть деньги будут завершаться и это тоже будет вас как-то огорчать либо деньги нужны будут на здоровье это тоже может вас расстраивать хорошо что вам нужно будет избегать осенью скоростей и в том числе общение с людьми с которым вам будет скучно которые не соответствуют вашим ожиданиям которые в общем вас разочаровывает избегайте всевозможных кризисных ситуаций дефицитных непаят непонятных каких-то новых начинаний цикличности избегайте незрелости до новых начинает здесь какие-то новые начинаем и смотрите с одной стороны в работе допустим есть перспективно вот вам надо будет научиться скорее всего осенью понимать что вам нужно потому что здесь есть начинание к хорошие так и плохие здесь говорится о том что хорошие надо оставлять а плохие надо избегать а вот как понять какие есть какие у нас выпадала луна афиг поймешь на самом деле да почему потому что лана она нас учат отличать что есть что кто есть враг а кто есть друг вот осенью будет этот урок точно так же этот урок будет связан с выбором да что есть хороший выбор что есть плохой выбор вот осенью вы будете этому учиться по луне поэтому здесь и говорится что нужно избегать каких-то новых начинаний но и в благостном у нас было какие-то новые начинания которые нужно хранить здесь нужно понять что есть иллюзия а что ли есть то же самое ведь вот и вообще не вроде бы вам будет казаться что это человек является для вас приятелем до оказывается окажется что ну не совсем хорошо с вами поступил вас здесь будет учить делать выбор так чего еще избегать орган силы и смерти чего избегать избегать того что у вас заканчивается энергия у вас заканчиваются силы причем то есть не нужно доводить какую-то ситуацию до до изнеможения чувствуете что вам дискомфортно я буду здесь вам здоровье нужно будет под прям очень обращать внимание здесь могут быть еще и ложные какие-то диагнозы не надо себя доводить до предела до изнеможения на энергетическом уровне в 10 категорически это запрещено убирайте своего пространства вампиров не сливаете энергию туда куда не нужно вот прям бережно к себе относитесь вот прям очень бережно к чему нужно стремиться вот видите теперь здесь говорится о том что нужно идти к новому нужно идти к новому абсолютно каким-то какому-то новому опыту который у вас ранее не был вот видите как какая-то часть карт говорит надо новое какая то говорит нет потому что луна потому что будет и так и так и надо понять кто есть кто что есть что чем нужно стремиться к эмоциональной наполненности на потому что здесь важно чтобы вы не были из нему жены наполнять себя радовать себя об가요 с костью нужно стремиться вот она кам выбора и и и выпалда а к чему нужно стремится нужно научиться выбор веке семерка мечей обман хитрость есть не обманываться не здесь нужно будет честности научиться честности самому себе не придавать себя у нас на предательство ходил не придавать себя в том выборе которые вы делаете не придавать себя в тех обязательства которые вы на себя берете в тех обещаниях которые вы на себя берете не придавать себя в каком-то пути то есть не не говори что да да я пойду а на самом деле не идете потому что мне знаю боитесь ли вы еще что-то не хитрить не обманывать собой быть победителем быть чувствовать себя уверенным удовлетворенным от реализации своих желаний от того что ваша жизнь налаживается то есть не бояться двигаться вперед семерка мечей это хитрость и она не идет очень человека есть потенциал но он не идет вдовы либо он идет новое старым путем здесь говорится не надо старым надо новым надо новым не бояться может быть даже долгим путем выбираете то что попроще выбирайте то что полегче выбирайте то что вас радует не надо придумывать того чего нету так смотрим смотрим дальше посмотрим сначала здоровье но в принципе я уже сказала но просто по одной карте что у вас будет со здоровьем иллюзии очень много иллюзий думать будете о здоровье придумано как это сказать наносного не истинного то есть не придумайте не накручиваете проверяйте у нескольких там врачей проверяйте диагнозы здесь самообманы могут быть самовнушение там придумать каких-то болезней которых нет и болеть ими то есть такая ложная ложная ложный вызов по здоровью будьте внимательны будьте внимательны так что у нас будет с деньгами с деньгами будете дружить в эту кубку с деньгами будет любовь с деньгами будет любовь но и двойственность выбора деньги вас будет было удовлетворять если вы сами себя не будете ограничивать у вас есть какие-то убеждения которые останавливают вас от заработок от денег будут какие-то новые идеи я не вижу чтобы здесь были большие деньги либо вообще были деньги да здесь я не вижу денег я не вижу денег я вижу только какие-то состояния которые вас удовлетворяют в принципе исходя из этого могу сказать что будет тот заработок которому вы привыкли которым вам будет более менее комфортно но это не показатель там большой суммы либо маленькой да есть уже слов который говорит о том что есть шанса возможность пойти в расширение по аркану мира пойдете ну нет видите верховная жрица нет не идете вы в это новое в расширении потому что вот знаете здесь вот это то что нас выпадало комфорт уют вам дискомфортно зарабатывать много денег потому что там стресса вы столько устраивали свою жизнь чтобы вам было удобно чтобы вам было привычно что сейчас идти во что-то там как-то рисковать пробовать с кем-то там договариваться стрессовать это не ваше поэтому скажем так с деньгами у нас будет удовлетворительно что будет по работе это двуственная у вас позиции да будет вот вообще весь расклад он двойственный вот как она вышла у нас там которую я обратила внимание так она идет то есть смотрите у кого-то здесь будет хорошо четверка жезлов королева кубков и восьмерка железа да то есть все будет развиваться стабильно позитивно вам это будет нравится а для кого-то будет четверка кубков какая-то грусть здесь смотрите в принципе профессиональная сфера она хорошая и она развивается но у вас нету настроение вот чем причина у вас нету настроения нету желания и из-за этого вы как будто вы не видите то хорошее что идет вашу жизнь поэтому и с деньгами под стать профессиональной сферы хотя профессиональная сфера лучше чем финансовая могла бы быть еще лучше если вы были в нее включены а вы не включены потому что не знаю только часто болеете то ли настроение не то ли ну то есть вам не хватает энергию вас здесь энергия на на минималах хотя перспективы развития есть и вам в принципе работа вас будет удовлетворять вы будете но она вам будет нравиться вы ее любите и работа то ваша видите по королю пендакли денежная в принципе вот ваш настроен все будет менять все будет портить хорошо что у вас будет в личной жизни четверка мечей уже одни мечи четверка мечей паш мечей пятерка мечей башня разрушения разрушение каких-то ваших идеалов конфликты вот смотрите личная жизнь у вас осенью будет претерпевать какие-то изменения вот и в не будет очень много очищения которым я говорил вообще осенью вас она будет очищающая через через усугубление так вот вроде бы здесь ничего не развивается какие если вы в семье какие-то конфликты ссора разногласия недопонимание желание там причинить боль друг другу обиды нехорошая энергия и здесь будет разрушаться ваша какая-то идея если вы в отношениях если не в отношении какое-то представление об идеале но что башня что аркан звезды говорит об очищении то есть будет кризис и если после этих кризисов как говорится вы останетесь еще в паре значит хочешь сказать и жить вам долго и счастливо если нет здесь будет завершение те кто ищет отношения я не вижу чтобы здесь отношения новые были меня здесь возможно что-то из прошлого что должно очиститься разрешиться всплыть какая-то истина если вы браке либо в отношениях я уже описала какая трудность будет если в поисках ну дьявол видите какая-то привязка из прошлого появится опять старый персонаж значит здесь очиститься видите поставить себе цель какую цель надо будет поставить на новое да то есть есть возвращается прошлый вообще не обращайте на него никак внимание не включайтесь в него он идет подъявлю вам нужно что-то новое жизнь вам нужно новое официальные какие-то отношения да с человеком позитивным отважным решительным который бы брал за вас ответственность прошлого мы убираем вот колод закончилась все 78 карт я вытащила на вашу позицию а подытожу скажу если это в семье здесь будет трансформация здесь перемены ссоры скандала кризиса очищения вам нужно будет что-то пересмотреть своей жизни если вы не но в отношениях но не браке здесь сложный период будет если вы в поиске то что-то из прошлого может вернуться если не будет прошлого значит просто думать как это нет не думайте отношения не будет но нового человека но вы должны будете ориентироваться на что-то новое что-то новое я не вижу чтобы здесь были знакомства осенью вот но вы должны будете быть нацелены на то что я хочу отношений я хочу новых отношений то есть здесь разобраться для себя понять какого формата именно отношений вы хотите и какими качествами человек должен обладать то есть картинку для себя сформировать не идеале не идеал потому что здесь идет разрушение идеала да то есть если вы представляете какого мужчину хочу не надо строить себе идеала чтобы он там был богатый да и сразу там женился на вас либо женщина была богатая и сразу захотела с вами ступить брак нет здесь нужно адекватное восприятие человека как какими качествами хотеть чтобы он обладал терпение уважение взаимность понимание развить у вас должны быть общие цели поэтому вы должны понимать что вы хотите в жизни да то есть не просто я хочу замуж либо я хочу и не знаю брака потому что я так чувствую стабильность да с этим человеком то есть нужно понимать что другой человек не будет покрывать ваши потребности покрываете вы их сами что вы хотите вот если представить что у вас все есть зачем вам другой человек что вы хотите общение какого формата здесь немножко другой подход нужен не так как в карте желание до 5 же он был красивый там умные и так далее и любил и на руках носил но это иллюзия это иллюзия почему потому что она вы не соответствуете такому человеку нашлись соответственно можно давно пришел если не пришел значит что-то надо в себе изменить я вот поэтому здесь нужно немножко адекватно и приземленно посмотреть то есть практической точки зрения чтобы вы хотели на чтобы человек был работящим чтобы он не ленился чтобы человека были какие-то интересы чтобы эти интересы разделялись с вами чтобы не было такого что ему там интересно машине он здесь будет там пропадать в гараже вот вам хочется чтобы на вас обращали внимание и человек вам не будет этого давать то есть изначально да надо выстраивать правильные отношения чтобы их и выстраивать надо быть адекватным и понимать что вы хотите приземленно не в идеале здесь по звезде как приходила да то есть башня и звезда очиститься от каких-то иллюзий от придуманного от того что ну нереально потому что семерка кубков то здесь присутствует какой-то обман плюс ко всему вся осень у вас идет по луне что-то она придумала что-то представила влюбилась сама обиделась сама собой поругалась и сама поссорилась и сама помирилась что-то здесь какое-то такое идет вот вот такой у меня был для вас расклад такая будет осень благодарю всех за внимание напоминаю посмотрите летний прогноз на сколько у вас сбывается не сбывается чтобы понять сбудется ли осень или нет вот но в любом случае прислушиваемся просто прислушиваемся к подсказкам отмечаем для себя что нужно сделать для того чтобы все было хорошо но в любом случае расклады это не приговор вот если у вас достаточно уровня осознанности то вы можете многое изменить своей жизни вот достаточно это осознавать и хотеть а я всем пожелаю теплой осени светлой осени на по наполненный любовью добротой человечностью взаимностью пониманием коммуникации все всех обнимаем пока пока